ну что погнали значит делаем разбор нашего домика значит первое коротеньким этими тезами запишем что от нас требуется что первых листы на данном этапе мы разрабатываем эскиз проекта него должен быть титульный лист ведомость чертежей она же содержание план первого этажа план второго этажа экспликация экспликация помещений разрезы по лестничной клетки продольный и поперечный фасады план кровли и ведомость дверных ведомость заполнения верных проемов также оконных вот собственно все что войдет в комплект наших чертежей вот эти листы мы должны в конце получить сейчас мы работаем вот с по этажными планами по техническому заданию у нас должна получиться площадь порядка 150 200 метров квадратных общая площадь это главный критерий смотрим смотрим план что у нас тут происходит по планам я вижу есть оси их нужно образмерить вот я сделаю это на горизонтальных осях по размерам уже я бы вижу что до миллиметром плавают наши оси незначительно но это нужно убрать вот мы пробиваем на наши размерные и вот здесь вот нужно поправить точно то же самое мы делаем главный размер то есть мы выбираем засечку и дали там убиваем промежуточную промежуточный размер цепочки вот либо с контролем доставляем необходимый нам в цепочке размер добавляем делим общее расстояние на под расстояние такс по размерам прошлись по размерам значит следующее настроить надо размеры вот мы берем вас половиной два с половиной три это наш диапазон которым мы работаем рамку мы выключаем то есть настраиваем один размер и и далее применяем его на остальные уже все делаем черным да делаем допустим на релом и два с половиной с переключаемся в 50 масштаб будет намного больше размеров и поэтому масштаб нужен покрупнее чтобы наши два с половиной до критерий друг на друга не наползали не перекрывали общий чертеж по вот этим вот осевым да вот так же мы должны будем проставить размеры между стенами вот да вот правильно то есть в дереве значит в дереве у нас пролет который мы можем перекрыть без дополнительных опор со стандартным сечением вот стандартное сечение припустим у нас ширина бревна 200 и высота будет около 200 тоже берем где-то в районе четырех с половиной до шести четыре с половиной через шесть метров можно срастить сделать повыше палочку но нужно держаться в этих в этом диапазоне значит с пролетами разом разобрались обсудили здесь у нас размер этого кружка для оси восьмерочка в пятидесятом масштабе вот и размер текста ну где-то порядка пяти кегель дальше и его надо центрировать привязку чтобы если мы пишем 10 у нас все равно будет цифра по центру в этом случае так с осями разобрались оси стоят по всем стенкам да по всем стенам один два три четыре пять шесть семь ну вот последняя будет ось семерка для чего это я делаю что у нас теперь будет фасады 1 7 и так далее 7 1 здесь буквенно точно так же то есть фасады в осях далее двигаемся далее теперь смотрим по нашим дверям входные двери мы делаем стандартно либо метр либо если она сдвоенная метр тридцать одна створочка будет 10 вторая створочка 900 2 створочка там 400 ну вот так здесь у нас там брузинки поэтому мы делаем метровую ну и целесообразно ее же чтобы они на фасаде были одинаковы ну и бьем ее к примеру по центру котельной котельной топочный что у нас там будет в экспликации так и пропишем вот штриховкой сразу проверим раз зацепились да за площадь котельной 616 для 200 квадратов это нормальная площадь по полу умножаем на высоту то есть добиваемся того чтобы было 15 кубометров для стандартного котла не турбированного там обычно чтобы отапливать помещение здесь мы по нормам проходим дверь открывается наружу можно добавить здесь окно небольшое это уже будет по фасаду видно с котельной плюс дальше тамбур смотрим тамбур я не особо понимаю вот этого закопалка назначения я бы его удалил ну и дверь поставил здесь так как здесь особо это самое то есть дверь нужно перенести сюда вот в эту часть да здесь особо ничего не поставишь не глубокие эти самые да у нас ниши остается дальше двигаемся дальше с этим разобрались то есть дверь перенесем сюда это открывается сюда здесь нужно добавить крыльцо ну и сделать это самое с врезочками все дела то есть пустить здесь ступени наши по игре 300 глубина ступени да у нас сделаем допустим там раз два три ступени их надо красиво обыграть возможно здесь будут какие-то самые еще до такие прямые прямые части все равно это этот кусок должен быть в общем стиле дома стильно современной поэтому нужно смотреть аналоги сайт есть здесь надо добавить ограждение крыльцо добавить ограждение у нас по осям столбы и и соколи порядка 450 600 миллиметров сделать то есть это влияет на количество ступеней да у нас добавить добавить крыльцо ограждение столбы а между столбами у нас будет ограждение да вот столбы соосно добавляем по стенам вот весь прикол то есть один стол будет стоять здесь второй стол будет стоять здесь вот эта часть будет занимать ограждение с этим решили да то же самое у нас вот здесь вот мы выходим на некую площадку площадку нужно сделать к примеру там двухметров опять же вот можно ориентироваться по нашим уже существующим стенам и связать это все дело таким вот образом тоже можно здесь побольше поставить площадочку это так ну все будет терраска с каким-то выходом там думаю здесь выход здесь делаем допустим нужно по архитектуре посмотреть может здесь выход сделать где будет целесообразней красивей к примеру там если здесь допустим будет уголок у нас какой-то ну то есть предложить решение нужно вот тут опять-таки если давать ограждение то есть крыльцу давать его по центру между осями то есть как-то завязывать далее то есть то же самое здесь прорисовать террасу что у нас оси идут до того момента пока они несут функциональную нагрузку на вылет мы их так нет самое не пускаем вот нужно сделать быстренько вот так базово поравнять да то есть ну и здесь то же самое скорее всего здесь будет какой-то столб здесь здесь поэтому мы оставим пока место дальше подкорректировать надо далее далее двигаемся дальше переходим к санузел санузел чего хорошо санузел большой но нерационально сюда можно еще допустим кладовую какую-то втулить да как мы это можем сделать сделать можем легко если к примеру выход перенести в эту сторону тогда у нас вот это все вот это все уйдет то есть мы возьмем да к примеру нашу вот эту стеночку вот так вот ее крутнем крыльцо 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 уйдет сюда по центру да вот здесь у нас появится тамбур тамбур появится ну вот как-то так появится теперь мы эту вот дверь сносим сюда вот она открывается мы заходим в тамбур а эту дверь мы делаем из нее две одну и вторую делаем их намного уже 800 делаем вот этого убиваем чего я добился в этом случае то есть мы здесь делаем небольшую кладовочку даже можно не так допустим под кладовую заходим здесь вот а санузел здесь просто мы здесь зафигачим таким вот образом бревно и получим как бы что все ужмется но площади будут адекватные штуку снесем сюда стоячок чем лучше что ты заходишь и не видишь писающего мальчика сразу вот такое это мы убиваем и будет небольшая кладовка для продуктов ну и можно бревно это продлить сюда да да у нас будет завершенная линия не просто обрубок какой-то холодильник дальше торчит вот как-то так то есть решено что вот мы забрали эту часть теперь у нас два помещения и у нас появилась кладовая идем дальше то есть здесь я пишу кладовая то есть поправишь простроишь кладовая продуктов да где-то так двигаемся дальше двигаемся дальше здесь да в лестнице окно дом современные действительно можешь поставить большое широкое на два этажа окно 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 тоже у тебя есть модуль то о чем мы говорили это вот не послушал значит есть тем модуль модулям все надо делать потому что на производстве на столярном производстве чем тем больше типоразмеров каждый типоразмер я возьму отдельную плату на будущее то есть 50 масштаб до 80 ширина и дальше смотрим по наличникам 50 25 все вроде правильно где-то так то есть вот здесь вот момент что мы добавляем перерубчики такие для чего они нужны хотя вот большое бревно сколько оно тут идет 6600 6600 его можно срастить но проще вот в этом месте срастить 2 каратыша они тоже должны выступать на 200 то есть вот переруб здесь вот переруб здесь зеленый и так далее вот эти все места просмотри и добавь перерубы где их не хватает это конструктивно уже отработанный метод вот здесь надо по центру чтобы остатика сохранилась здесь тоже ну то есть вот эти все места нужно стараться как бы это самое делить такими перерубчиками уже длинная она и допустим фура будет тяжелее вести целиком да чем каратыши ну и технология нужно дополнительно сращивать она дороже будет вот эти моменты нужно учитывать далее про перерубы поговорили вот вот таким вот макаром все нужно окна поменять вот у тебя получилось то же самое да ну и дальше смотришь скорее всего как бы хватит ну если есть небольшое желание то можно вот так сделать будет красивая широкая это самое окно ну и то же самое здесь дальше момент номер два вот вот в котельной запилить одно окно момент номер два вот так вот не надо выворачивать окно то есть открывание окна да будет с улицы мы открываем изнутри ну и тоже старайся допустим одну открывающую сидевать одну глухую и думай куда будет целесообразнее открывать шоссе с поворотным механизмом это как бы не целесообразно ты их настишь все распахивать не будешь вот и если распахнешь будет здоровенный сквозняк плюс высокое окно то есть это некомфортно и дороже глухое окно дешевле с открыванием дороже про заказчика мы тоже должны думать вот эту еще момент номер два да теперь три момент номер три запихиваешь его к центру стены ну где-то так то есть будет отлив будет самое если ты его по наружке поставишь то есть будет не особо красиво делай утопленного утопленного вот далее заменить все окна из 800 то есть вот единичный элемент и его там пилишь тебе 2 допустим сделаю глухим то есть вот смотри где это меняется то есть вот подвесы сбоку здесь фиксированное стекло видишь оно пропадает тогда вот просто глухое нет самое даже смотри как если ты его откроешь на рабочий стол будет неудобно тут скорее всего вот это надо сделать открывающимся вот 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 такое да такой момент тут везде надо подбавлять окон современные дома они имеют большую площадь остекления ну ну на душ конечно не залазит что здесь оно будет смещено и посмотри так что по фасаду было все симметрично и красиво вот где санузел появился это вот костевая спальня со своим санузлом хорошо отлично вот это вот тот момент допустим допустим будет раскладной диван который можно превратить в кровать ну и вот выхода на террасу эти двери тоже закрывай стабом вводишь 30 и все они закрылись так их не распахили потому что будет куча размерных цепочек то есть везде везде нужно по вставлять окна врезки эти не врезки а перерубчики окна все будет освещено красиво можно было бы сделать здесь второй свет но так как ты предложил на зону и студию на хозяйскую спальню разместить и у нас площадь не сильно большая то и идея ясно окно 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 здесь можно подпихивать скорее всего ничего не будет здесь можно будет поставить зеркало какое-то вот то такое деталь здесь шкафчик вот есть столовая зона то есть надо видишь сколько у нас спален добавить стульев сделать нормальный большой стол сколько 740 это мало надо посмотреть по эргономическим параметрам то есть меньше 800 нет ну и нормальный обеденный стол здесь сделаем далее ну здесь зашибись журнальный столик здесь надо добавить то есть по максимуму проставлять мебель чтобы это самое было видно что все влазит в целом все красиво грубых там каких-то ошибок нет журнальный столик там какой-то поставить сюда далее телевизор сюда впихнуть красиво там не забыли бенить порядок на передний план так как нам добавишь по-пу-пум-пу-пум открывание перекинуть нужно разомкнутый сплайн вот открываем внутрь так смотрим здесь что у нас 600 на 600 пошла линия холодильник мойка плита рабочая поверхность все зашибись красиво мне нравится далее у нас тут много места пускай пока так надо подумать вообще нормально нормально кладовая 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 какой-то шкафчик пошло не резервы которые стрельба провинтрим кладовая rá по Virtue видит по лестнице прошло рейт рисуй ну Давай, ну, как бы, впихнуть стандартную, нет проблем, нужно сделать это самое. То есть, как я прорисовывал, у нас вот есть, да, 300 по игреку на 900. Вот оно. У тебя сейчас лестница ограждением залазит на стену. Ну, то есть, ну, это не кошерно. Это раз. Далее. Это раз. Далее. Ширина марша метровая. Хорошо, давай сделаем метровую. Метровая и между ними. Сколько? Все, молодец. Здесь 100. Прорисую штриховку и потом покажу тебе, как это делается морфом. То есть, и второе. То есть, вот посмотришь, видишь, ограждение есть. Под стенкой. Они нам не нужны. 3D конструкция, показ ограждения. Тем более, это бетонная лестница. Ну, как бы. Просто параметры, символы, масштаб, дата-символ, основную линию, показ тексты, ограждения на плане. Зависит от этажа. Ну, что, собственно, дата конструкция просто пихенькает. Так. Продолжение следует...